Дорогие друзья, специально для вас мы сделали бюджетный ночлег на крыше от безграмотного. Как раз в преддверии, в разгар сезона летнего, сейчас начало июня, мы сделали бюджетный вариант ночлега. Что это такое? Вкратце, можно установить на любой автомобиль. Не обращайте внимания, что это джип. Это может быть седан, хэтчбэк, универсал. Минивэн и так далее. Основная задача это наличие поперечных двух креплений на вашем автомобиле. Как это будет крепиться, это в зависимости от вашей модели автомобиля. Хотя бы двух. Ну, если есть четыре, три, еще лучше как бы. Конструкция простейшая. Вот это две плиты OSB, которые мы купили в Ашане. В крупных супермаркетах очень доступные. Купили самый дешевый вариант. То есть нижняя часть у нас 15 миллиметров, верхняя 0,8 миллиметров. То есть почему 0,8? Конечно, мы могли приобрести и 15 миллиметров, но тогда бюджет был бы другой. Значит, в домик мы вложились в 3,5 тысячи рублей. То есть сейчас OSB у нас покрашена, грунтовка стоит 130 рублей. Две банки по 130 рублей. 260 хватило на все, на два слоя. Делается очень быстро. Еще основной узел, который необходим, это рояльная петля, которая позволяет поднимать, то есть крепить два листа OSB. После того, как вы положили две панели OSB, вы можете закрепить на эту поперечину как угодно. Если есть под рукой отвертка, если есть под рукой у вас вот такая резинка, можете шнуром, можете каким-то тросом, чем угодно. Можете такой струбцинкой затянуть. Струбцинка стоит 100 рублей, опять же повторяю. Еще такие две или четыре струбцинки необходимы для того, чтобы когда вы будете ехать на автомобиле по трассе, чтобы эти листы между собой не поднимались и их не дергало ветром, вот этой такой струбцинкой вы их затягиваете. То есть при передвижении на автомобиле, к месту назначения, на природу или на море, вы вот так затягиваете, чтобы это было плотно находилось, чтобы ветер не сорвал эти листы с крыши. Все, а так как вы их там закрепите, это ваше личное дело. Можете вообще дырки вот так в наглую проделать и веревками закрепить. Плюс эти листы потом вы можете еще использовать. У кого как хватает фантазии. Опять же высота поднятия верхнего листа может быть тоже выше. То есть длина у нас сейчас, мы урезали 2,30, в изначальном размере 2,50. Ширина 1,20, 1,25 достаточно. Мы немножко урезали, ну как бы для красоты конструкции. Можно не обрезать вообще. Можно ставить так, как он есть в его размере. Да, еще момент. Если у вас седан, на седан и крыша, длина крыша ограничена, допустим, вот седан, вот такой автомобиль, то вы можете продлить, то есть армировать эти листы OSB ну такими досточками, например, там, достаточно недорогими. Вставить доски, чтобы на них потом положить фанеру, чтобы она не прогибалась. Очень просто, они стоят там по 100 рублей. Опять же, высоту можно регулировать. Тент, который вы видите, он размером 3 на 4, который мы приобрели в магазине Светофор, стоимостью 212 рублей. Ну, в других магазинах он недорогой достаточно. Вот у него даже есть крепления вот такие, для того, чтобы в случае ветра вы закрепили их. Ну, это опять же, это не мы делали, вон там эти крепления были. Чтобы вы резинками вот такими, фикс-прессами, стоят 77 рублей. Закрепили его. Мы сейчас-то показывать не будем, чтобы не терять время. Это все делается очень быстро. Задача этой конструкции и плюсы его. Это быстро возмодимая конструкция. То есть, просто поднимаете вверх и опускаете. То есть, он собирается, ну, не знаю, 5 минут. Даже на самую дешевую палатку у вас уйдет, я думаю, минут 15, как минимум. А если палатка серьезная, и полчаса, и час, и два, и три. Это в зависимости от конструкции. То есть, вот, что касается меня. Я по натуре, вы знаете, на отдыхе лентяй. Вот мне неинтересно заниматься сбором палатки, там, часами ее собирать, потом часами разбирать. Тогда нужно с собой обслуживающий персонал, наверное, брать, чтобы, ну, ты на самом деле отдыхал. Поэтому легко поднимается рукой вверх. Сейчас я покажу более близко. Но, опять же, этот тент, он водонепроницаемый. Плюс, если вы знаете, если ночевали в лесу в палатке, какая бы ни была палатка, даже если хорошая, там, из двухслойной или трехслойной, наверное, бывает, все равно в ней сыро и холодно. Плюс, мало того, у нас, получается, тент натянут сверху. То есть, у нас крыша, получается, деревянная. Какая бы она ни была 0,8 лет, это деревянная. То есть, в ней уже не так будет сыро. И от земли сыро себе не будет. Ну, еще куча плюсов. Если вы едете на природу с детьми, ну, ночевать на земле, знаете, ну, сейчас на юге России столько всякой гадости развелось в плане насекомых, что, ну, как бы и кусаются, на самом деле, неприятно. Вот. Если с маленькими детьми, то там, вам там будет безопаснее и какая-то гадость ей сложнее будет туда залезть, чем на земле, как бы, естественно. Какие? Змеи, да, земноводные, да, куча всякой гадости, да, на самом деле. Опасная для детей. Ну, если взрослый человек, понятно, это, как бы, эти нюансы не столь важны. Далее. Наверху не такая сырость, какие бы вы ни клали в палатку пенки или, ну, матрасы, все равно сырость от земли идет. Наверху ее нету. Плюс, ну, дикие животные тоже немаловажный момент. Но еще плюс в сегодняшнее сложное время, тогда, когда у нас закрыта из-за пандемии заграница, для многих людей, мы берем, опять же, для людей, которые не могут себе позволить заграницу. Вот, честно сказать, я практически не был заграницей не потому, что нету денег. Мне нравится Россия, откровенно. Здесь столько красивых мест, как бы, вы за всю жизнь не изъездите. Поэтому пользуйтесь нашей природой, нашей красотой. Вот для этого у нас сейчас, к примеру, даже в кемпингах, вы, когда заезжаете на автомобиль, оплачиваете стоимость автомобиля въезд, вы потом еще отдельно оплачиваете за палатку. Ну, я думаю, в каждом кемпинге, наверное, разница цена. Ну, цена не маленькая, рублей 500, наверное, да, в сутки. В этом случае вам не надо оплатить за палатку, это тоже нюанс немаловажный. Еще плюс, место экономится. Вам не нужно где-то там, то есть вам вот такого для места автомобиля достаточно, чтобы переночевать вчетвером. Например, в машине внутри могут как-то разместиться люди, сверху тоже полноценно. То есть переночевать. Мы не говорим о шикарном, комфортной ночевке, но он достаточно приемлемый, как бы. Вот, смотрите. Если подняться сюда. Собрал я ее сейчас буквально за 5 минут. Сейчас я подниму, чтобы вы увидели ее конструкцию в ближайке. Ничего сложного. Вот эти досточки, которые армируют эту конструкцию, так как у нас USB тонкая, они приобретены по 90 рублей. Двухметровые доски стоят 90 рублей одна. Здесь их 5 или 6 штук. Ну, то есть еще 200 или 300 рублей. Вот. Они армируют для чего? Потому что, ну, на самом деле, эта плита будет немножко иметь изгиб, как бы. Чтобы этого не было, ну, на всякий случай, как бы, мы используем эти доски. Закрепить их здесь можно как угодно. Можно прикрутить шурупом. Кнауфовским. Очень просто. Тут, ну, руку. Четыре шурупа, да, пять. Вот. Потому что сверху еще тент будет армировать и закреплять его натяжными такими резинками. То есть никуда он не денется. На самом деле. Опять же, высоту вы регулируете длиной вот этой опорной палки. Вы можете вообще эту палку, вот как мы лестницу, видите, сделали. Лестница сделана вообще. То есть не обращайте внимания на эту нашу парадную лестницу. Вот. С помощью двух рулонов скотча выдержит и 200 килограмм. Мы из подручных материалов взяли веточку. То есть мы не пилили новое дерево. Мы взяли ветку, которая валялась, как бы. Из нее сделали такую лестницу. Длину можно, опять же, ну, в зависимости от конструкции вашего автомобиля, от размера вашего автомобиля, ну, варьировать как угодно. Чтобы вы не замерзли в ночное время в этой нашей конструкции, которая находится на крыше, мы будем использовать вот такой нагреватель. Вы при необходимости, даже без спальника, включаете этот нагреватель. Он стоит 500 рублей на Алиэкспресс. Но в супермаркете это 700 рублей, 600 рублей. Включаете нагреватель. И этот нагреватель достаточно быстро создает комфортную температуру внутри нашего домика. Плюс, например, летом тень не нужно искать. Вы обращали внимание, что на природе, на море не всегда есть деревья в прибрежной зоне. А вам еще и вам не нужно тратить на теневые зонтики или теневые такие полупалатки. Вот чем не тень. Но это полноценная тень настоящая, которая защищает вас от солнечных лучей, полноценная. То есть вы не получите там никакой солнечный удар, находясь здесь. И достаточно прохладненько будет. Вы можете ее также сложить, поставить сюда вообще зонтик, в конце концов, прикрепить его на солнцезащиту. Но это опять же на вашу фантазию. И я уверен, что каждый мужчина при такой конструкции что-то добавит свое. То есть знаете, как конструктор. Что-то свое, что-то интересное добавит. Может сюда душ в конце концов поставить, но я, конечно, утрирую как бы. То есть простота. Рояльная петля, две плиты USB. Все. Чуть-чуть попозже мы вам покажем еще варианты домиков. Ну или там мест для ночлега на крыше автомобиля. Какие можно использовать. Опять же из дешевых материалов. Из дешевых материалов бюджетный вариант. Спасибо за внимание.